Подвал жилого дома номер 61 по улице Школьной всего месяц назад представлял из себя жалкое зрелище. Нередко жильцам приходилось вызывать аварийную бригаду, чтобы устранять протечки в трубах. Но теперь все выглядит иначе. Еще бы! Подрядчик выполнил колоссальный объем работ. На этом объекте 100% менялось все. Все инженерные коммуникации. Холодная вода, горячая вода, полностью все розливы по отоплению, подача и обратка с запорной арматурой, с осечными дополнительными кранами, с манометрами, с термометрами. Ну, полностью все в полном объеме менялось здесь. И хотя внешне все выглядит действительно безукоризненно, комиссия под руководством начальника отдела надзора за капитальным ремонтом УК ЖКХ Татьяны Поляковой все пристально осматривает и прощупывает. В итоге найден недочет. В данном конкретном случае исполнители работ ни в чем не виноват. Даже поверхностный осмотр показывает, что течь образовалась в квартире наверху. Несмотря на то, что фронт работ к подрядчику не относится, исправить ситуацию все равно придется ему. Жилой дом – это живой организм. И там всегда происходят порывы, засоры и какие-то другие аварийные ситуации. Поэтому в силу того, что кто-то доступ в квартиру предоставил, кто-то нет, мы поэтому промежуточно и выходим. Действительно, подобные проверки работы подрядчика проводятся каждую неделю. При этом не только контролируются сроки и качество ремонта. Зачастую представители эксплуатирующей организации высказывают свои предложения. Производители работ, как правило, идут навстречу. Когда начинаем работать, зовем эксплуатацию и говорим, что хотите. И делаем больше, как хочет эксплуатация. Ну, мы делаем, естественно, так, как должно быть. А в принципе, стараемся, чтобы эксплуатацию было удобно обслуживать. Теперь обслуживать эти трубы будет не только удобно, но и легко. И несмотря на то, что у комиссии есть ряд замечаний, все понимают, что по сравнению с проделанной работой, то, что необходимо исправить, буквально капля в море. Хотя в нашем случае, наверное, в трубе. Можно всегда найти какой-то изъян при любой работе. Но это у нас не цель. Мы как бы находим компромиссы. Ну, поэтому и делаем промежуточные осмотры. Выходим до сдачи работ, финальной сдачи работ. Чтобы вот на этих промежуточных осмотрах выявлять недоделки. В следующем году планируется отремонтировать трубы и в квартирах этого дома. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.